добрый вечер дорогие друзья сегодня я вот это не должен выходить прямой эфир но мы сделали экстренный выпуск мы не могли об этом молчать сегодня я на мне был день которого отдохнуть повести своим ребенком но есть такие вещи которых мы не можем молчать даже один день если выходит такие нам еще даже об этом говорить я позвонил юрий дашев скому который тоже вообще абсолютно своему эфиру был свечи занят и его тоже не могу не отказать его большое спасибо что пришел и начнем с того а сегодня а ты из публикации конгрессмена конгрессмен green конгрессмен гайдс конгрессмен а гомет и коса правильно да насколько понимаю пони полюсов и слова их не конгрессмен и просто решили зайти федеральную тюрьму очень тонкий и проверить и проверить там содержу заключена готова арестованы во время после на него вы имеете боюсь но после того что произошло в вашингтоне и как вообще к ним относятся я хочу чтобы выйти кусочек этого видео потом об это обсудим потому что то что мы увидели мы увидели политических заключенных этого держит в камерах такие же камеры как и белоруссии наверное такие же как и на кубик от учатся ли 100 людей но для меня теперь это ничем не отличается только может более красивым билдингом более красивыми машинами на улице но поведение работников она ужасно все ужасно то что мы сегодня видели и в это не путем у ключеводе видео это нет это необходимо сделать спасибо за просмотрю сша спирт гаетский гранат гомеро и гусербS were waiting to see if they can be granted access to go inside the correctional facility so that they can tour and see the conditions for themselves of what is happening right now and they have come outside we were waiting for a supervisor to approve their entrance and it's been about five minutes or so right now they've asked they've come outside and asked us to put on masks before we go inside so as Продолжение следует... 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 и со всего мира, и со всей страны. В этом гордость Капитолия, что люди входят в Капитолию, и они видят, как работают их представители. Они ходят, и ходят, и взглядывают в кабинеты, двери приоткрыты. Масса людей, кто работали в Капитолии молодыми людьми, вышли куда-то или не вышли никуда, они говорят о том, что нет отбоя от посетителей, но это часть их работы, их к этому готовят, когда они, так сказать, соглашаются или приглашают на эту работу. Так что пришли эти представители, четыре человека, тех же самых, о которых мы вчера, кстати, говорили. У Ника, Two Cats, их предыдущий, Димаша, который сейчас упоминался, тоже они пришли туда, их заставили одеть маски, как вы видели, им вынесли маски, они пришли без масок. И потом, там есть еще, я видел еще кадры, где они говорят, что их не пустят, там какая-то женщина боевая в штанах, завязанных подмышками. Она говорит о том, что вот она их не пустит внутрь. Не знаю, почему, причины я не уловил, честно говоря, и об этом не очень говорят много. Но факт то, что эти люди внутри, кто был в Капитолии, а конгрессмены, те, кто в нашей стране является, в общем, одной из детей власти, являются серьезнейшим фактором, законодатели решают. У них, как говорят, ключи от кошелька, застежка от кошелька у них в руках, то есть они решают, как тратить деньги народные. Как известно, государству американского своих денег нет и быть не должно. Все деньги, которые есть в Америке, это деньги, заплаченные через налоги граждан. Так вот, эти люди пришли туда, им сказали, что они не могут этого сделать, и они вышли, и они объяснили народу, что их не пустили внутрь. Вот что произошло. Там еще немножко не так произошло, потому что я посмотрел два раза. Во-первых, когда они там пытались попасть, их сделали, сделали trespassing. Треспassing это вообще... И мы говорили о том, что... Это то же самое, что в Капитоле. Да, нарушения. А второе... Без разрешения. Супервайзер, вышли супервайзер, говорит, я хочу с вами поговорить на улице. И они вышли, за ней на улицу, она резко развернулась, забежала в билдинг и закрыла за собой дверь. Вот что они сделали. Ну, я видел кусками, понимаешь, то, что ты сейчас показывал, я, честно говоря, вот этого не видел. Я вообще занимался другими делами. Я посмотрел пару других видео, и я хочу, чтобы ты сказал, что ты думаешь, а потом я скажу, что я думаю об этом вообще. А, ну, я сначала скажу, что дальше посадила, конечно, если там были бы другие люди, вызвали бы полицию, но они побоялись, так как гусмена вызывать полицию, стать полицию, такую ситуацию, что полицейские не могут аисовать конгрессмена, вот такие вещи, но это было бы смешно. Вот, но даже конгрессмены, говоря, что там сидят политически заключенные, они говорят, что на людьми там издеваются, к ней пускают адвокатов, им не дают переписку с родственниками, их не пускают на законную прогулку, им не открывают тюремные камеры. Короче, у нас появились в Америке первые политические заключенные. Я согласен. Первые политические заключенные, но у них, как бы, да, им инкриминируют очень небольшие преступления, за которые обычно никого не сажают в Америке, или штрафуют на месте, или выпускают под залог. Ну, ты сам знаешь об этом, да? Человек сидел в тюрьме несколько месяцев за то, что он зашел на чужую территорию, и там не сорвал ни цветочка, не избил ни одной, ни одного банана. Этого такого не было у нас. И сегодня вот пожилой конгрессмен, забыл, как его фамилия, вот самый пожилой, он бывший судья, он говорит, что, говорит, за все время Black Lives Matter у всех этих бесчисток не арестовали ни одного человека, а если кого-то задерживали, резко отпускали, никто не пошел через тюрьмы. И они конкретно сказали, что там сидел политический запрещенный. И вот теперь вопрос у меня. И они назвали Байдена диктатором. И вот теперь такой вопрос, что у нас происходит. Их люди не пускают адвокатов, не пускают конгрессменов. С ними, скорее всего, делать все, что они хотят. И вот это правда сегодняшней Америки. Это правда той страны, демократической, которая всему миру заявляет, что весь мир живет неправильно. Понимаешь, но это просто ужас. Спасибо, у меня другая точка зрения на этот вопрос. Извини меня, ты меня пригласил, конечно, не для того, чтобы я с тобой ругался. Удайся. Но ты знаешь, как это бывает обычно, когда ты меня приглашаешь. Ты знаешь, да? Я с тобой не всегда и не во всем соглашаюсь. Я вчера был на программе наших друзей. И там был сюжет о том, как они пошли в Миньюз, то, что упоминалось, Департмент оф джастис, их не пустили внутрь. И они стояли снаружи и пытались произнести какие-то свои спичи. И пришел один-единственный штимп с рюкзаком. Немолодой. Американец. Демократ. В маске. Под маской у него был свисток. И вот примерно на таком расстоянии, как мы сейчас с тобой находимся на экране, уважаемых наших зрителей, он свистел перед каждым человеком, который открывал рот. Таким образом, он сорвал их пресс-конференцию. Он свистел перед лицом этой милой женщины, которая является ведущей этой One American News, которая с микрофоном там была, репортер. И он не дал им ничего провести. Один человек со свистком. Я позволил себе критику, о которой я потом долго думал. Я говорил о том, что эти люди находятся во власти. Не первый год, большинство из них. Они должны знать, как эти вещи организовываются. Они должны знать о том, как сделать коридор, как поставить барьеры, двойные, чтобы все, кто хотят слушать, стояли за первым барьером, а не стояли внутри второго барьера. А между этими барьерами двумя бегали бы овчарки там или офицеры, и вообще ничего не было. Но, во всяком случае, было бы это расстояние, которое не так просто преодолеть, и визуально это выглядело бы плохо. Стоишь там за барьером и свисти себе, пожалуйста. Они не трамп, чтобы в гуще народной вот так стоять, и чтобы тебе ничего не было за это. И я их критиковал за это. Ну, конечно, они там, на жаре. Я сижу здесь, в кондиционированной квартире, разговариваю с друзьями, в кепочке красивой, в маечке красивой. И я думаю, как бы я вот такой несчастный, в смысле, который далек от власти, если бы меня послали туда, я бы, конечно, все сделал правильно. Ну, не верта. Это вот называется диванный солдат, да? Как это? Диванный. Диванный боец. И вот я смотрю уже второе видео, Стив. Я смотрю второе видео. Я смотрел только кусок вчера. Сегодня я увидел вот те куски, которые видел, они мне ясно совершенно объяснили. Эти люди, они замечательные люди. Им нечем ответить нашему врагу. Они идут против F-35, они идут с бумажным самолетиком. Посмотри на Мэтта Гетца, который очень боевой мужик. Посмотри на Луи Гомерта, который очень боевой мужик. Он был на подмене у покойного Роша Лимба временами. Мэтт Гетц выступает, там штукатурка сыплется с потолка на всех этих конвенциях и так далее. Тут перед его носом закрыли дверь. И он в своем красивом костюмчике разводит руками, даже не поворачиваясь к нам лицом. Мы, иммигранты, мы сюда приехали, кто раньше, кто позже, но мы грызлись зубами тут же в американскую действительность. Меня интересовало телевидение и кино, прежде всего. И я прочитал заповедь, которая в телевидении началась, когда американская, но пользовалась вот этим правилом. Вот ты меня вчера Дзержинским уел, я не проверял еще, когда он это успел сказать, твой Феликс, любимый железный Феликс. Но я точно тебе говорю, я не знаю, кто это сказал, скорее всего, какой-то антисемит. вот эту заповедь, то есть, естественно, короче, сначала расскажи людям то, что они увидят. Первое. Второе. Покажи людям то, что ты хотел им показать. Третье. Расскажи им, что они только что увидели. Это звучит глупо, но если вы будете смотреть любую телевизионную программу, которая доходит до вас, она именно так сделана. Продолжение следует. ходит эта запись по интернету, как вот прощай там варшавянку пели за решеткой эти самые твои Держинские с Крыжиновскими. Опять ты мне этого Держинского съешь, ну хватит. Нет, это мы будем продолжать этот массаж. Хороший массаж не должен заканчиваться, Стив. Короче, и они должны были это сделать, потом они могут подойти туда и сказать, я конгрессмен такой-то, я конгрессумен такая-то, я конгрессмен такой-то, мы хотим вот так, чтобы делать это на камеру, они это делали на камеру, не у тетины именинок должно было быть. Они это делали на камеру, они показывали свои айди конгрессменов, они показывали... неэффективно, неэффективно, они могут быть хорошими овчарками, они ими не были. Из-за того, что я увидел, они ими не были, они должны были рвать на части этих тюремщиков, они должны разговаривать так, как ты бы разговаривал, вот я бы разговаривал, не буду так, как ты. Пришел полицейский, вот у меня есть сценарий, я его еще не пробовал, в следующий раз я его попробую. Я скажу полицейскому. Офицер, я хочу сейчас вас снимать. Вы возражаете? Я уже включил камеру, если вы возражаете, я ее выключу. На запись, как вы понимаете, у меня останется. Я не хочу, чтобы это мероприятие превращалось в клевету на полицейских. Я не хочу, чтобы это мероприятие превращалось в клевету на тюремщиков. Если вы честные служащие, если вы выполняете свою должность, я конгрессмен, вот вы мое удостоверение, я имею право допуска в эту тюрьму согласно уложению такому-то и такому-то. Вы можете решить этот вопрос? Не могу. Кто ваш старший? Вызывайте старшего. Понимаешь? Вот давить чисто, вот как хорош, когда ты хочешь отбить там какой-то чардж неправильный воровской у тебя на кредитной карточке. Я тебе уверяю, что Мэтт Гэтс отрывается по полной на этих людей несчастных, которые там сидят в Индии на кастомер-собисе. Кто-то написал, вот Маймса вчера вечером у Крэка или адвокат одного из заключенных сказал, что его клиента подвигает систематическую физическую насилию. Избивают, а будем просто говорить здесь, кто пошел. Очень много было на эту тему разговоров, очень много было свидетельств, но это не проходит в мейнстрим. Они должны об этом говорить, они должны были об этом говорить на камеру, потому что это их флаг. Получилось понимаешь, что у нас происходит, у нас происходит вот в стране происходит сейчас группа одних людей, которые нелегально которые взяли все управления в руки, которые находятся в Вашингтоне, где находится федеральная полиция, которая подчиняется вот этим поучке непонятных людей. И с другой стороны мы видим консервативных людей, которые пытаются сделать все по закону честно и они не имеют такие боевые отряды под собой как black light matter антифы таких вот демократов со свисками они пытаются сделать законно красиво но они зипа не понят большой проблем из муриканской партии они не поняли с этими товарищами вот так вот по закону невозможно вести дело они сделают понимаешь потому что с одной стороны у нас есть левые молодые которые которые вообще используют закон другой стороны у них есть сандры со своими бригады 5 там просто бандиты собрались а эти вот люди пытаются честно что-то делать ему поэтому не получилось у него и зажигать они не зажигали это как чек который вышел на эстраду с гитарой его об свистали значит и плохо играешь если на эстраде у тебя вот твой шанс если ты перед камерой вот твой шанс будь алпачино будь я не знаю fdr будь никсоном будь клинтоном будь обамы вот камеры на тебя смотрят тебя увидят сейчас на нас камеры смотрят каждый день это наш шанс где находимся мы с точки зрения влияния на американскую политику америка они находятся эти люди которые вышли сегодня в тюрьму нас не видно по микроскопам по сравнению с ними понимаешь уже не заберешься это 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 власть выше не заберешься ну что я могу сказать ему скажешь они сказали что они вернутся назад в конгресс они поставят вопрос на голосование туда-сюда я поверь мне их опять ничего не получится и в этой теме вот продолжаться дальше как-то продолжалось в этом наша проблема в америке сейчас пока мы с домком не берем сенат в руки на карак мы ее никогда не заберем они ее никогда не заберут мы можем за оторвать себе руки голосуя за них понимаешь они никогда не заберут потому что они ведут себя вот таким образом и я не говорю о том что не должны были прийти опять же с факелами и виллами туда но они должны прийти во всеоружии и прийти так как пришел бы туда трамп с таким отношением вы никто и звать вас никак ты тюрельщик ты здесь работаешь сидишь так же как твой заключенный в этой тюрьме между вами разницы никакой нет он выйдет и будет кайфовать а ты здесь останешься вот так его поставить на место сразу если он себя так ведет я не хочу сказать что надо всех оскорблять но если ты пришел выигрывать будь любезен соответственно если бы они еще пришли туда и еще при заказе группа поддержки человек 400 понимаешь или 500 они две девочки с плакатами байден байден диктатор понимаешь вот что получается и две девушки узнали о том что они будут там как они об этом и другой народ об этом знал мне ответы девочки в штате там находится и послали чтобы они взяли две посылки там азона разрезали написали фломастером эту я знаю как это делается кто-то так было а что байден байден что да я видел я видел это это не не считается незачет таким настроение слона не продаж да его и не съешь таким настроением у меня вопрос как тебе раз уже здесь сейчас я что настроение что с беннетом мне камни вчера задавали это вопрос и сегодняшний знает проблем это уже здесь можно сказать не могу ничего рассказать был совершенно занят другими делами пришел вот как это самый собака который знает один единственный трюк я знаю что мы вышли за аудита он по какой-то причине уже за аудита и но я я обязательно посмотрю эту тему и эту тему обслужу с борис палантом и мы выйдем поговорим сегодня после чего у нас небольшой эфир мы не с вами сидеть час здесь мы через три минуты уходим просто хочу сказать ребята американцы мои слушатели консервативы консервативные демократы которые имеют мозги может быть услышит а как у меня и слушается 1 готова была демократка на нас вышла как заключил мой канал без шуток она смотрела 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 она сейчас я ярее республиканки даже не видно она она так она также портал попали сейчас она готовит огромный проект которого просто просто уникален поэтому вот те люди которые мозги посмотрите куда текается страна а страна кольца большие большие репрессии федеральное правительство федеральная полиция полностью стали себя вести безнаказанно у нас есть такой я смотрю каждый частые видео на эту на фейсбуке а есть такой мужчина я не помню свое имя прошли на увидел по белому щену он с бородой такой и он ходит с камерой по полицейским участком под тюрьмом пас по офисам снимает и ждет когда на него вызовут полицию и он так эту полицию расчесывать красиво и объясняю что это первое это форсом мэн дать его мэн мэн что они не имеют права его трогать он находится на public place эти полицейские после нормальные полицейские разгарки нормально посадки убегут он он все вот в этом разница ты говоришь нас беларусь у нас тут узбекистан у нас тут россия нет у нас есть инструменты мы забыли как на них играть даже наши лучшие люди забыли как на них но там же не забыл понимаешь он человек из практической жизни а эти люди как бы хорошей они не были они из политики понимаешь ты не может них требовать сальто в мартале на бревне исполнять окей скажи за это делал каждый день по 20 раз и уж вот как ты думаешь вот сегодняшнее похождение в тюрьме чтобы даже с этим людьми в тюрьме также будут продолжаться это беспредел и они еще больше задерживать сейчас они кончатся в капитолии и начнут с теми кто был просто вашей тони мы говорили об этом вчера я не верю я не думаю что это произойдет потому что у них сегодня но я не хочу на новый виток выходить честно говоря гонки вооружений но и у меня вечером вообще будет программа про другое честно говоря но 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 в общем сегодня то что произошло когда написала половина конгресса и хорошая часть сената республиканцев о том прошение верховный суд вернее предложение верховный суд отменить рови вейт то есть конституционное право на аборты в америке отменить потому что один из штатов мизури по моему да или миссия пешим подал свою петицию дошла до верховного суда чтобы отменить этот закон от которого у у демократов начинается бешенство всех органов вот это это будет держать занятыми в ближайшие пару месяцев и кстати чтоб ты понял еще что касается вот походы за теми кто был 6 января в капитолии следующее заседание будет через с тем практически недель по поводу вот и о чем это говорит как срочно они это хотят делать они вообще не знают как это с какого стороны с какой стороны такую но ты знаешь я сегодня специально посмотрел видео чего пусть это программа чатят пущу девочка и вот эти четыре здоровых полицейских только назвал значит герой особенно здоровый особенно это просто был позор но это не был позор полиции знаешь потому что они не полицейские я не хочу что люди путали это федеральные агенты потому что полиция федеральная тоже находится вашей тони и в 10 то все федеральные агенты они не полиция штата они не шерифы они ни в коем случае никакого отношения нормальной полиции не метод федеральные агенты и поэтому нет они живут по-своему них своих какая-то своя жизнь но это это вот это позор вот из таких как они погибают полицейские на улице можете за такие как они абсолютно они они совершенно слова не сказали а те кто погиб во время этих всех black lives мэра прошлого лета этих поджогов этих грабежей этого насилия этой всей дикости которая обрушилась на страну 270 чагов мятежей было в прошлом году против одного капитолия против она даже несопоставимо никто ничего не поджег никто ничего не сломал так чтобы это нельзя было починить безвозвратно материальный ущерб но ребята хорошо и за это мы можем заплатить до американский народ за за то что там сломали разбили стекло по сравнению с тем что они вытворяют на ежедневно ну и хорошо я тебя тогда ты сидя до 30 минут просто мы же у нас мы мы можем горячиться очень долго но мне надо успокоиться я знаю тебе надо текет только филая 10 и спасибо что пришел поддержал меня ты всегда вы всегда вода до нас яйца так эмоционально то у тебя что холодный но это пускай зрители судят скажем ей большое спасибо и до новых встреч в эфире я часто на 10 и по скверничаю в прямом эфире скверну на гоню ребят а я более консервативно к этому отношусь я считаю что это позор и что позор американскую правосудию это пожел в судебной системе и это же пациент власти и вот это вот то что происходит это начало того конца который не добык может закончиться если у нас в стране законов стране демократии в стране конституции в стране которая рассказывает как вести себя путину как вести себя на митингах навальным как вести себя в белоруссии как вести себя там что там диктатор жилье диктаторы и мы всем показываем но мы не должны показывать по кому себя не разберете мы не имеем на это никакого не морального и физического права потому что то что происходит у нас это полный беспредел а мне звонят люди и общают с людьми и очень многие люди которые оказались в вашингтоне не заходя в капитолию не закрывать банковские счета у них закрывай счета paypal of по домам у знакомого paypal получила закрыл все его считаем они за что после даже не объяснили за что это нам позвонил пытаться пугать paypal ему сказали моим гадим объяснение у вас со спич с активить он какой-то спич с активить у меня только там азоны и бы и все маму вся чего не будем до свидания теперь они уже позволяют себе после человек убрать и не объяснить ему что происходит поэтому к сожалению это только начало если они все это не остановят эти наши депутаты республиканская партия если трамп и не знаете он будет не будет то я не вижу хорошего конца для нашей страны потому что надо бороться наверно что-то надо делать мы сейчас готовим один офигитель проект я не по нему говорить не буду никому потому что очень много врагов и очень много есть полкова вечерку и когда этот проект будет готов когда он будет опроб когда он будет сделан когда мы сможем уже его предъявить нашему консервативному сообществу и предложить людям и воспользоваться этим проектом но это все на стадии подготовки пускай до санта большим секретом и вам об этом объявим а кстати уже пошел вслух что байден дал указание что надо опять носить маски не байдена фа учет это вот доктор доктор смерть доктор аферист доктор непонятно чего который имеет самую большую заплату самый оплачиваемый человек в америке он сказал что наши дети даже носить маски в школах надо опять одевать маски я не знаю как положишь поступить десант с я жду и наблюдаю как он себя поведет надеюсь что во идем нам зато это делать но поскольку я уже знаю в сан-франциско и йорке уже кончики дело принудительно особенно работникам школ государственным работникам вот поэтому они все безнаказанно если мы занимаемся и губернат они и когда еще придем вам домой и потащим вас силой а если конгрессменов не пускать в тюрьму таких вот людей и конгрессмен это вообще это люди такой власти это это пост это ну это все это но кто но кто-то несет в этой тюрьме кто-то девочки не даже не вышел в начальнике умы и даже не вышел сам начальника тюрьмы не вышла как эта девочка супер вазе с таким бедоне на лице кью 0 и она закрыла глаза и как-то проскочила и попросила выйти на улицу дать уважаемые люди готовы убирали мы выбирали сотни тысяч народом миллионы чек на воды они культурно вышла них не поговорить и что сделала на вас киним не грати видео она развернулась забежала в тюрьму и закрыла за собой дверь вот такая ситуация не пустила игра с ними еще не пустили других адвокатов которые пришли своим подопечным и ведут этот адвокат который не пришел и нам очень давно добивался встречи спада своим клиентам и очень не пустили и тебе бедный клиент будет еще очень долго ждать когда мне придет адвокат можно не говорим то что люди приходят всякие свидетельства насилия в тюрьме что их разбивают что и не дают выходить на улицу следует нормальную еду и не дает теплые одеяло что холодно очень напомни какой-то на не знаю но это магадан начинается не даже ты сегодня воркута какая-то центре столицы соединенных штатов америки вот и на этой ноте я хочу закрыть сегодня эту программу потому что больше говорить не о чем увидев все сами это ужас это такой же за которым просто можно говорить и говорить и говорить но это надо как-то менять и завтра не забывайте в 10 часов вечера у меня вот михаил хазин а из-за того точно удивительно интересная программа а мы и не очень все это подготовить вот очень серьезные вопросы по поливать дефолт и в сша и по его много-много других вещах поэтому приходить в 10 часов вечера а из-за пропускать нельзя вы понимаете да что каждый каждый его прогноз устроить больших денег и люди к нему обращаются и платят большие деньги к нам приходят это делает идет это бесплатно после своего времени просто потому что миша хороший человек мы с ним друзья и вот это он делает и не забывайте пожалуйста что понедельник у нас актер театр и кино актер все это современник придет к нам придется покажу его фотографию чтобы вы видели учитать свои стихи стихи у него удивительные если вы можете посмотрите его какие-то стихи и фильмы до понедельника что вы будете сдавать вопросы зовут андрея верьянов агафт любил читать его стихи этот парень очень удивительно выдачу покажу что я не обманываю вас вот видите они с гавтом вдвоем вот и очень удивительный парень и масти как говорит вся россия я просто влюблены его стихи и поэтому приходите в понедельник и мы их послушаем по эмоции что очень интересно там даже еще много моих любимых стихов которого попросила сказать это вот такой поэтический вечер я буду мало говорить я буду слушать а он будет уже рассказывать нам это так вопросом уходим а убийство эшли бабе совершил начальник службы безопасности об остальном чиновника демократы а а самое что интересное убийство эшли и осыряли в упалник у расследования нет ему дали мюрили опять же это вот это вот паблик это паблика рапшин это паблик конспирасы эти люди они должны ответить перед законом и реального то что происходит сейчас опять же понимаете такой такой один уж они бескровный курс на праздновал посылами кито за переворот вот и все к сожалению мы играли по правилам и колени по правилам поэтому не выиграли муга не тяжело будет на вы заставить относить маски ну на выбор будут оставить уносить маски но когда на рубеж поистовывать послушать из этого получится так почему так легко эти полицейские случились вы знаете потому что они не полицейские не федеральные агенты у них с этим с очень намного лучше происходит чем у простых полицейских она ребята тоже после разговора большое спасибо вас люблю у меня очень классный и вы помогаете нашему каналу всегда вы поддерживаете и слушайте всяких сплетников нет очень нравится я очень прочее очень много комментов а в личку где люди мне пишут хорошие вещи и я вас здесь у всех люблю вот как говорит как говорил царь давид все пойдет помните слова были вот и это пойдет вот время лечит все спасибо всем до свидания и до встречи завтра в 10 часов вечера в эфире и сентами с в эфире и сентами с вами